Играет музыка Последним советским художником может быть только человек, который застал конец советского времени. Это совершенно невозможно быть последним советским художником, если ты вообще ничего не помнишь про советский период. Потому что тогда для тебя это просто одна из исторических эпох. И ты можешь работать только с чужими воспоминаниями и с архивом. Я смотрю, как работают с этой темой художники, которые на пять лет младше меня или еще более младше. И я вижу, что для них это действительно закончившаяся историческая эпоха, которая приобретает какие-то резкие черты. Или она вообще неинтересна. А если интересно, то тогда это либо ужасное время, депрессии, контроля, уничтожение инакомыслия, сталинских гулагов. Что-то такое, от чего надо отказаться, откреститься. Очень отвратительная история. Либо наоборот, это патриотическая история, это великая империя, которую мы потеряли. А чтобы чувствовать это как нечто и не черное, и не белое, и не добро, и не зло, как было на самом деле, надо это застать. И почувствовать это на себе, что одновременно действие – это контроль постоянный. И одновременно есть это ощущение, что ты как в детском садике находишься. У тебя обязательно будет жилье, у тебя обязательно будет работа, у тебя обязательно будет учеба. Все может быть очень низкого уровня, но тем не менее, ты никогда не можешь выпасть из этого общества. Да, и ты получишь какую-то медицинскую помощь бесплатно. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но если уж родился в советское время, от этого никуда не деться, от этого опыта. Этот опыт очень специфический. Ведь мы родились в стране то ли сбывшейся, то ли не сбывшейся утопии. В очень странной стране, где жизнь социальная была устроена как большой-большой эксперимент. И я не знаю, иногда я горжусь этим, что я застала такие времена. Иногда мне хочется от этого избавиться. Но это не в моей власти. Все равно я имею этот опыт. И все, что дальше происходит в России, я вижу через этот опыт. Многие из молодого поколения идеализируют левые идеи. Но если ты уже родился в стране победившего социализма, ты не можешь их так идеализировать. Быть последним советским художником, это значит быть погруженным в эту сложность и понимать все ее оттенки. О своих первых воспоминаниях. О воспоминаниях у меня двух видов. Одни связаны уже в детстве с ощущением полного глобального контроля. Что я принадлежу какому-то обществу, которое полностью меня контролирует. И это еще ощущение постоянной неоправданной жестокости и грубости. Начиная с детского садика, со школы. И, например, я помню детский садик, где воспитатели к нам очень грубо относились. И кричали на нас, и наказывали нас. И однажды я заметила, что в заборе детского садика здесь достаточно большие дыры, и через них можно пролезть. И я вылезла на улицу. Просто стояла на улице и чувствовала себя отлично. Я думала о том, что могу дойти до дома, могу пойти, куда хочу. И, в принципе, мне даже не надо было куда-то действительно идти. Достаточно было выйти за пределы этой клетки. И потом это ощущение, оно повторялось, наверное, и всю взрослую жизнь. Обязательно выйти за пределы этой социальной клетки. ПОЗИТЬ! ПОЗИТЬ! Продолжение следует... 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 Ну вообще деньги позволяют чувствовать себя свободной... Деньги позволяют выбирать... Я рассказывала тебе ситуацию... К чему я пришла, когда заканчивала эту книгу... Вот когда я заканчивала эту книгу... Вот на этих картинках... У меня уже давно закончились деньги... И мне не на что было купить... Даже специальные фломастеры, которыми я рисовала... И моя камера сломалась... И всю закончилась... И я пыталась продать рисунки в интернете... За крошечные деньги... Чтобы купить себе материалы для работы... Но их никто не купил в России... А потом их купили иностранцы... После этого я поняла... Что невозможно заниматься только социальной работой... Сейчас у нас осталась только возможность... Заниматься правовой поддержкой заключённых... Мы отвечаем на письма... Осуждённых заключённых... И неосуждённых заключённых тоже... Они просят помочь с правовым советом... И правовой информацией... О том, как пересмотреть приговор... Или как обжаловать действия администрации... В колонии... Или в тюрьмах, короче говоря... Наталья, давайте вы что-нибудь помните... Про нашу первую поездку в колонию со мной... Когда вы меня позвали... Помните что-нибудь? Позвали... Тебя просто взяли... Тогда было гораздо проще... Гораздо проще было попасть в колонию... Даже тогда... Когда были гораздо проще наши отношения с системой... Всё равно напряжение определённо чувствовалось... Всё равно ты попадаешь в тюрьму... Ты переходишь в какой-то барьер... А вы помните? Я прям сразу начала там рисовать... Сразу начала рисовать... И никто меня не останавливал... Никто не останавливал... Это было принято на ура... На самом деле... Это был какой год? В 2009... Да, наверное... 2009... К этому времени мы уже практически 10 лет... Как посещали... Можайскую колонию... Можайскую чуть меньше... А вообще воспитательные колонии... Вот с какими-то такими миссиями... Ну, вообще, для меня это была самая главная причина туда ездить... Потому что на уроки приходили мальчики и девочки... Которым реально нравилось рисовать... И... Может быть, у меня бы всё закончилось на первой поездке... Если бы ко мне не подошли какие-то ребята... Они сказали... А я тоже люблю рисовать... А когда в следующий раз приедете? И они даже сами мне сказали... А когда в следующий раз приедете, что будем делать? И потом, когда я начала приезжать... После каждого урока они спрашивали... А что в следующий раз будем делать? И, собственно, они... Даже не вы... А они ставили меня в такую ситуацию... Что я не могла сказать им... Никакого в следующий раз не будет... А вы помните реакцию их... Когда... Ну, вот... Самих воспитанников... Когда они получили этот календарь рисовать? Ну, они были потрясены все... Все потрясены... И удовольствие невероятное... Это самое главное... Это какое-то их документальное свидетельство того... Что они... Ну, чего-то стоят... Кому-то интересно... Ну, для меня вообще так интересно, что... Ну, вот... Сейчас эта книга, да... Она же так и не вышла на русском... И мне сейчас сказали, что она и не может выйти... Потому что... Нарушает такое сейчас количество новых законов принятых... Сюжеты... Которые я рисую в России... Не нуждаются в цвете... Потому что даже в реальности никакого цвета нет... Например, это... Бежевые или серые судебные залы... Где-нибудь... Блеклые коридоры... Или это зима, когда все черно-белое... В нашей жизни в России не очень много цвета... И... Каждый раз, когда я рисую цветом... Это всегда осознанный выбор... Это значит эту историю... Эти чувства нельзя передать только линии... Только пятно... Но чаще всего это какие-то более... Эмоциональные вещи... И... Мистические... Субтитры создавал DimaTorzok... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Например, на этих фотографиях я вижу часто себя с курочкой. Это моя ручная курочка. Я её очень любила. Я её вырастила из маленького цыплёнка. И это был мой главный друг. Я играла с ней. И она бегала за мной, как собачка. Однажды родители сказали мне, что курочка убежала. Я была очень удивлена, почему она убежала. Ведь она так любила меня. И куда ей было убежать. И в этот день родители накормили меня курином супом. Суп был очень невкусный. И курица была очень жёсткая. И только вечером я поняла, что они убили мою курочку. Приготовили из неё суп и накормили меня ей. Москва. Товарная. Следующая остановка. Мы едем в Серпухов. Дорога занимает два часа. Серпухов расположен на окраине Московской области. Это старинный город. Раньше купический небольшой городок. Я хочу рассказать о своих впечатлениях со вчерашнего митинга. Мы всего лишь присутствовали там физически. Но всё равно было достаточно страшно. Потому что достаточно было присутствовать там физически, чтобы ОМОН и Росгвардейцы схватили, избили, арестовали. Отняли мобильный, сняли отпечатки пальцев. Всё это было абсолютно ужасно. Здесь на улице Академика Сахарова, да? Нет. В результате митинг был. Не на улице Академика Сахарова. Они предлагали там делать в загончике. Но люди решили выйти на бульварное кольцо. Просто выйти на бульвар. Задерживали на самом деле вообще всех подряд. Потому что как они могут отличить тех, кто вышел на встречу с депутатами, и тех, кто просто идёт по своим делам. Вчера я разговаривала с людьми разного поколения. С молодыми совсем, 20-летними, и теми-то постарше. И молодые говорили о том, что ваше поколение всё уже потеряло и упустило. Мы должны жить в этой стране, но мы не можем здесь так жить. Многие говорили об эмиграции. Некоторые сравнивают, что сейчас, как в советское время, потому что тоже контроль всего. Ничего нет. Была страна-то учёных, инженеров, рабочих, а сейчас торкашей и охранник брали. Уже кучу сравнивают. Был контроль, но при этом было ещё вложение денег на уху, образование, медицину. Производство было. Поэтому мелочности такой не было. Заборов не было на остановках. Серпухов напоминает мне места из рассказов «Замятина», когда он описывает древолюционную Россию, провинциальные места. Такие места, в которых время, кажется, остановилось. И в этом есть какая-то своя милота. В этих маленьких, пыльных, уютных улочках. В этом городе, который можно обойти за несколько часов от начала до конца. И Серпухов, у него такие интересные ландшафты, с такими горками, оврагами. На горках стоят церкви. А во оврагах маленькие домишки и живут. И гуляют всякие куры, собаки, коровы, овцы. С одной стороны, это всё было очень трогательно. С другой стороны, я даже тогда чувствовала, что это какой-то очень маленький мирок, из которого надо сделать огромный шаг, чтобы выйти в большой мир. И, собственно, вся моя жизнь – это выйти в большой мир, понять, что он из себя представляет. Здравствуйте! Я Инна, уроженка города Серпухова. Сейчас стою на площади Ленина, возле памятника Ленина. На этой площади каждый год мы ходили на парады 9 мая, 7 ноября. И всё время праздники проходили весело, мы несли знамёна. На 9 мая здесь происходили парады, шли курсанты. Праздновали 9 мая, люди шли со знамёнами и чествовали погибших. Вот очень хочется, чтобы те времена к нам вернулись. И очень хочется ходить под флагом Союза Советских Социалистических Республик. Передаю всем большой привет, всем друзьям, всем товарищам. Например, он очень часто рисовал это место. И почему он это делал? Потому что в советское время церкви были либо превращены в клубы, дома культуры, в какие-то публичные места, либо они разрушались. Сейчас в городе отреставрированный находится в прекрасном, просто великолепном состоянии исключительно только все церкви и монастыри. И батюшки – одни из самых богатых людей в городе. Зато полностью разрушены все советские заводы и фабрики, которые были в городе. Так всё изменилось в течение одной человеческой жизни, даже меньше, чем одной человеческой жизни. Ребёнком я помню эти руины, которым, казалось, остались считанные годы. Теперь я должна смотреть на руины советских фабрик и заводов. Если честно, я предпочитаю смотреть на руины церквей, а не на руины фабрик и заводов. Я искала в Серпухове специально какие-то места, которые могли бы быть визуальным символом того, что советское время ушло безвозвратно, что это уже часть истории, полузабытая. И я подумала, я нашла это место, подумала, что это идеальный символ. Здесь написано. Никто не забыт, ничто не забыто. Но на самом деле все забыто и всё забыто. Это так интересно выглядит. Видно, баннер повесили сюда на 9 мая, когда мы празднуем победу во Второй мировой войне. Но это выглядит так странно. Руины завода и эти счастливые люди. Мне очень трудно вырваться из Серпухова и вырваться из родительского сценария, не повторить их жизнь. И, конечно же, я считаю своим домом эту квартиру, свою московскую квартиру, маленькую и скромную, но зато свою. И здесь всё сделано, как мне нравится, а не как ожидали от меня мои родители. И это очень просто, если ты родился в России, повторить такие сценарии моих родителей. Мама обычной советской женщины, которая имела программу максимум выйти замуж и родить ребёнка. Я осуществила её. Совершенно не уверена, что это сделало её счастливой. И папа, который вроде как пытался бунтовать, но это какой-то бессмысленный бунт без всяких результатов. Просто много разговоров о том, как он ненавидит власть. И несколько работ с критикой власти. Но всё это совершенно не похоже на то, чтобы жить своей жизнью, жить так, как ты хочешь, а быть при этом счастливым. Быть художником не было моим решением. Это было решением моего отца, который сам художник-неудачник. Который хотел быть гением, но ничего для этого не сделал. Не поехал учиться в Москву. А работал на заводе и обслуживал власть, как художник-декоратор. Создавал советскую пропаганду. Но он, конечно, делал какие-то вещи для себя. Но явно в недостаточном количестве, чтобы состояться как крупный художник. И поэтому он решил, что вот родится ребёнок. И вместо него осуществит все его идеи и мечты. И с самого детства у меня было не очень-то много игрушек, но зато загрунтованные холсты. Огромное количество кисточек, красок, кандашей, фломастеров, альбомов. И домашнее насилие со стороны отца было обычной вещью в моей семье. И папа был со мной добрый и ласковый только когда я рисовала. Я думаю, что в российских и в советских семьях мы так привыкли жить в каком-то состоянии контроля, роли жестокости, непонятной, ничем не оправданной жестокости. Что я даже не испытывала шок. Как будто мои родители имеют право так со мной вести. Раньше пели песню «Кок блесит Абриалина». Ночу я модный атомный пенжак, но ничего, друзья, что он немного длинен. Не даром я зовусь чувак. Вот это две работы, дипик, символы времени, я начал в советское время. Значит, первый работа в 1976 год, другая работа не была, холстов у меня в 1980 году. Что мне никогда не нравилось с детских лет, что из Ленина превратили в фараона сделали. Значит, этот дипик сделан еще для того, вот здесь все изображено, что люди, многие, кто будут верить, русские иконы православные. А Ленина сделала как икону на него молиться. И вот когда на художественный совет я привез в Подольск, в Москву, худсовет боялись раньше, они все продажные были в ФСБ, КГБ. Еще раз привезешь, мы тебе на 10 лет спасаем. Эта работа называется «Колунада». Это работа о том, что власть новая, путинская, сделала символ не серп и молот, а императорского орла. Я всегда против этого и сейчас говорил, буду говорить. Потому что орел этот с коронами, это символ императорской власти. И у нас вот входят, все устраивают демонстрации. Стоят вот площадь Ленина. В советское время никогда не было, чтобы на день демонстрации, 1 мая или 1 октябрьскую, были полиция и собаки, вот там собака сделана. Попы стоят, ну вот, собаки, их никогда не было. На трибуне, на трибуне написано «Слава человеку труду». И назвал это не 1 мая, не октябрьская, 1 апреля. Но эта работа не ради обнаженки сделана. Она сделана для того, что вот вверху идет текст. Как раз об этом, что говорим. «Независимая Россия». Что власть от народа независимая. Женщинам денег зарабатывать негде. И они начинают заниматься проституцией. А текст на ней такой. Никто не может угадать, три человека только отгадали. Не иметь 100 рублей, а иметь 100 блядей. Проституция, как скажи по-английски. Хорошо, деньги заработать не могут. И тут поступают. Ну, я был все время вольнодумец. И в советское время, и после. И вот эту картину я такую новую про Ленина сделал. Под Лениным висел мой текст. Под Лениным. А текст такой. Моя картина. Ленины теперь живее всех живых. Я в открытую уговорил в советское время, не боялся КГБ, о том, что Ленина надо выкинуть из мазолея. И на Красной площади не должны были устраивать памятники. Вот сленом политбюро, генералом. Потому что Красная площадь была сделана не для этого, для торжеств. Но не для захоронения. А сделали как кладбище. Думаю, что мой папа какой-то ненастоящий последний советский художник. По стилю он советский художник. Жил он как советский художник. Обслуживал он советскую власть. Но какие-то его рассуждения не советские. И может быть в чем-то я даже больше похожа на последнего советского художника. Я за то, чтобы Ленин лежал в своем мавзолее. И мне кажется, Ленин великая историческая личность. Мне нравится этот пейзаж, где сочетаются церкви, революционные и советские руины. И в детстве я проводила здесь очень много времени. Рисуя на этой горе этот пейзаж. Все окрестности. В городе, город очень маленький. Здесь не так уж много мест, которые можно рисовать. Это одно из самых интересных. Я его рисовала в детском возрасте, когда была подростком. Когда училась в университете. И последний раз я рисовала его для уже лондонской выставки в Эдель-Ассанте. И когда я была подростком и сидела на этой горе, я смотрела на птиц, которые здесь летают. И хотела улететь куда-то вместе с ними. Потому что этот город был для меня, даже тогда, очень маленьким и очень скучным. Мне казалось, что здесь можно прожить жизнь как один сон. Очень быстрый, короткий сон. И не успеешь оглянуться, как уже пришла и старость. Я всю жизнь просидел на этой горе, в этом овраге. Ходил между этими церквями. И ничего не происходило. И для меня сделать шаг отсюда, вот из этого места, в Европу, в Англию и до Америки, это было огромное усилие. Такое огромное усилие, что оно взяло все мои силы. И я не замужем и без детей. Но, если вам не сказали, опять выбирать подростка, девушка на этой горе, что я предпочитаю? Жить здесь с мужем и детьми, нормальной семьей? Или покорять Америку своим искусством? Я бы опять ответила, что я хочу, третье всего, сама становиться личностью и сама что-то менять вокруг себя. Я хочу просто свободно рассекать пространство, познавать этот мир. А сейчас, как раньше этот Серпухов, сейчас и этот флаг стал для меня уже немножко скучным. Он, как якорь, мешает мне двигаться дальше. А я хочу быть не просто советским человеком. Я не хочу становиться героем, героиней, наподобие Зои Космодельянской. Я не хочу совершать свои подвиги ради какой-либо системы, ради чужой идеологии. Я хочу совершать подвиги ради себя. Те подвиги, которые позволят мне быть счастливой. И этот флаг сейчас меня удерживает. Этот Серпухов меня удерживает. А я хочу идти уже дальше. Мне мало России, мне мало ту советского пространства. Я хочу весь этот мир. Весь этот мир для меня. Весь мир мой. Я не советская женщина. Я не русская женщина. Я человек мира. Мне довольно грустно оставлять этот флаг. Но всегда грустно оставлять старое. При этом это необходимо, чтобы появлялось что-то новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова